Если вспомнить различные обещания чиновников, кировчане сейчас должны были жить в благоустроенном городе с нормальными тарифами ЖКХ и развитой социальной сферой. Однако, как показывает время, многие слова расходятся с делами. Например, правительство региона обещало прямые рейсы в Калининград. Но авиасообщение просуществовало всего 4 месяца. Каким еще планам не суждено сбыться, расскажет Зоя Зотова. Продолжение следует... У него преобразится в 2021 году. Концепцию уже одобрили архитекторы на градостроительном совете. Согласно ей, мемориальную зону расширят. Изменится организация дорожного движения по улице Воровского. Отделять мемориальную зону от дороги остановок должен был широкий газон, деревья и кустарники. А кировчане должны были ждать троллейбусы и автобусы с комфортом. Безопасные комфортные остановки, общественного транспорта, специальный заезд к ним для автобусов и троллейбусов и никаких ларьков. Такие изменения должны были произойти на площади маршала Конева согласно проекту преобразования этой территории, который должны были реализовать в прошлом году. Но кардинальных изменений, которые обещали городские власти, так и не произошло. Как и открытие обновленного Октябрьского рынка. Летом прошлого года он так и не открылся, а спустя полгода и вовсе отменили конкурс на строительство там нового павильона. Ничего не изменилось и на лестнице у пешеходной Спаской. Можно предположить, что этот спуск был сделан для маломобильных граждан, но сейчас вряд ли кто-то рискнет им пользоваться по назначению. В разрушенном состоянии городская лестница рядом со Спаской-8. Вот такая арматура торчит из ступеньки около дома 8 по улице Спаской. Хотя в прошлом году городская администрация заверяла, что этот лестничный марш будет отремонтирован, причем до 30 ноября. В целом обновить должны были 21 городскую лестницу. Вот они указаны на сайте городской мэрии. На эти цели выделили почти 3 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен был установить бордюры, отделать ступени угловой сталью, обустроить плиткой или брусчаткой. Кировчане должны были оценить изменения еще до конца ноября прошлого года. Зоя Зотова, Никита Луковников, Бюро новостейдовича.